Приветствую вас. Ваше желание помочь ребенку своему вполне понятно. Естественно и нормально. И ваше переживание за ребенку тоже нормально. Но я буду с вами откровенен, то что происходит с девочкой достаточно тревожно. Вот с точки зрения психотерапии, да, достаточно тревожно, потому что, ну извините, ребенок ничего не хочет, да, ребенок все обесценивает. И в общем-то у этого обесценивания, ну, всегда есть какие-то свои причины, вот, какие-то свои основания. И на мой взгляд, на мой взгляд, вы можете для себя понять и увидеть, когда, например, началось подобное обесценивание ребенком. То есть в школе, допустим. Если это началось в школе, то что конкретно в школе, ну, происходило, да? Почему внезапно так получилось, что ребенок перестал чего-либо хотеть и в чем-либо нуждаться? Ну, я просто надеюсь на то, что вы понимаете, что, ну, не просто просто так, что есть у этого причины, есть у этого основания определенных, вот. Только вы об этом еще не знаете. Вот, наверное, найти эти основания, понять, что именно подавляет ребенка, что именно его, ну, мотивирует считать, думать, полагать, что все плохо, да, и все вокруг плохие. И является, на мой взгляд, главной задачей. Потому что, ну, все-таки я думаю, что вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, чтобы ваш ребенок действительно был счастлив. Чтобы она действительно развивалась и занималась тем, тем, что ей хочется, а не тем, например, куда вы ее, как вы, как вы, как вы говорите в письме, вот. Поэтому необходимо разобраться. Ребенок является отражением вашей жизни, отражением вашего отношения к людям, к жизни и прочим. И поведение, действия ребенка также является отражением ваших, ну, в какой-то степени, ваших поступков, ваших решений, ваших поведенческих моделей. И нужно разобраться, наверное, сперва с этим. А дальше уже будет видно, как и что можно сделать для дочек. На мой взгляд, ситуация именно такая. То есть, основная проблема здесь заключается в том, что ребенок все обесценивает. Ребенок все обесценивает. И у этого обесценивания есть свое основание. Вот. Какие основания? Нужно выяснять, выяснять. Убеждать, как вы уже, наверное, сами понимаете. Убеждал бесполезно. Ничего хорошего из этого не выйдет, сразу все равно. А как? Не хотела? Лучше, если она так и не хочет. Вот. Вот. Вот во школе что-то изменилось. А, может быть, еще раньше что-то изменилось. Вот очень много зависит от того, как вы к школе относитесь. Как относитесь к школе ее преподавателя. Вот. Так что все это нужно исследовать. Ну вот. Как вы пишете, да? Что вы ее, может быть, вы пишете, что вернулись обратно. Вот. Мне кажется, у вас есть проблемы с личными границами. Между вами и дочерью. Вот. То есть, нет полноценного ограничения себя от ребенка. Вот. И ей не позволяется прочувствовать свою ответственность за то, что происходит. Вот. То есть, у нее нет возможности почувствовать последствия твоих действий. И это тоже может быть довольно серьезной проблемой. Вот. Кроме того, ну, сейчас родственниковый возраст, противоречия, противопоставления себя всему миру. Так что, в целом, ее действия я бы назвал естественными. Но, понятно, что это началось не сегодня, да. Это началось с начала школы, а это уже достаточно серьезная проблема. Повторюсь. Ребенок, это продукт семейной системы. И именно семейная система, ваша семейная система, сделала его таким. Поэтому, если вы хотите, чтобы срабаку все было в порядке, более-менее. Вот. То, на мой взгляд, имеется в виду разобраться в том, а как же он к этому пришел. Разберемся, что будет понятно. Вы сможете разобраться в том, что делать дальше. Ребенку также необходимо работать с психологом. Не только с детским, но с детским психологом. А именно с клиент-центрированным терапевтом. Вот. Обязательно этот момент. Подождите. Там поступалось, что обычно детский психолог, и, например, там, допустим, арт-терапия. Игровая терапия. Игровая терапия. Вот. А. Сейчас. Не поможет. Так. Как. Может помочь. Клиент-центрированная терапия. Вот. Вот так вот я могу ответить вам на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Вам. Его отлинку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Экз�� lobальди. Подождите. Клинчет밥. Клиент. Скоро.